здравствуйте дорогие друзья сегодня мы будем готовить хачапури по-аджарски хочу сегодня предложить мой вариант приготовления для этого нам надо сначала приготовить опару берем сухие дрожжи добавляем сахар 2 столовые ложки перемешиваем далее добавляем 2 столовые ложки муки также все хорошо перемешиваем несколько приемов добавляем теплое молоко тщательно смешиваем чтобы достичь консистенции сметаны должна получиться однородная масса закрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на 15-20 минут теперь друзья готовим тесто берем теплое молоко 500 миллилитров сливочное масло комнатной температуры 50 грамм растительное масло 50 грамм соль соль добавьте по вкусу мне понадобилось пол чайной ложки одно яйцо взбиваем хорошенько и добавляем в эту массу далее добавляем опару хорошенько все перемешиваем несколько приемов добавляем муку 900 грамм до одного килограмма хорошо перемешиваем дальше тесто месим руками вот так проверяем готовность нашего теста тесто не должно липнуть к пальцу закрываем пищевой пленкой убираем в теплое место даем тесто подняться после того как тесто поднялось достаем нам нужно замять тесто обратно ставим в теплое место и даем тесту еще раз подняться теперь друзья готовим начинку нам нужен сыр сулугуни 500 грамм который мы протираем через терку также нам нужен соленый сыр можно взять сыр эмеретинский или лоры 500 грамм у меня лоры приступаем готовки самого хачапури тесто у нас уже готово оно очень мягкое и приятное режем на куски теста и делаем шары раскатываем шар кладем сыр по краям заворачиваем вовнутрь кладем сыр в центр смазываем жирком даем постоять 5 минут и в духовку на 180-200 градусов на 5-7 минут как только корочка стала полу румяной достаем открываем место для яйца я знаю многие добавляют только желток но мне нравится с целым яйцом еще раз ставим в духовку до готовности вот друзья первые два уже готовы для детей я сделал небольшого размера они так любят и им так удобнее есть когда готовите небольшого размера аджаски хачапури нужно выбирать маленькие яйца чтобы белок не протекал на противень у меня в нескольких вариантах так и случилось можно добавить кусочек сливочного масла друзья тесто пропеклось великолепно и яйцо тоже готово хачапури получились очень вкусными рекомендую приготовьте не пожалеете подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик будет много интересного пока 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 пока